Всем привет! С вами математичка Алена Игоревна. И сегодня у нас тема последовательности и рубрика до автоматизма. Мы с вами уже разбирали, что такое последовательность и в каком виде они пишутся. Вспомним, что значит первая буква. Первая буква – это название последовательности. То есть она может называться любой буквой английского хловита. a, c, b, d, z, j, h и так далее. n. Что такое n? n – это порядковый номер. То есть мы же будем находить c1, c2, c3 и так далее. Порядковый номер всегда начинается с единицы. Когда мы считаем предметы, допустим, чашки. Это первая чашка, это вторая, это третья. Мы никогда не начинаем с нуля. Нулевую чашку, я думаю, мы забрали бы себе. Итак, давайте сразу приступим к решению. Какой из указанных чисел является членом этой последовательности? Методом подбора мы берем и подставляем, то есть мы находим числа самого первого. c1 находим, да, c от одного. Обратите внимание, вместо n я написала 1, значит и дальше вместо n будет тоже единичка. 1 в квадрате минус 1 – это 0. И вот таким образом мы все высчитываем. c2, если это второе число по порядку, то мы вместо n пишем 2. 2 в квадрате минус 1 – это 3. Поняли, да, ведь? Является. Мы получили 3 и ответ будет 3. Дальше решать не нужно. Какой из следующих чисел не является? Итак, абсолютно то же самое. Я порешаю сначала сверху. Так, как бы это все передвинуть просто вверх. Так, берем и двигаем. Вот так. Итак, находим c1. c1 находим и вместо n подставляем 1. То есть 1 плюс минус 1 в первой степени деленное на 1. Получается 1 минус 1 первая, а 1 первая – это единица, получается 0. Ну, ни да, ни нет. Не помогло нам это. Находим c2. 2 плюс минус 1 минус 1 во второй, деленное на 2. Получается 2 плюс 1 вторая. 2 целых 1 вторая. 2 целых 1 вторая является, да, поэтому не подходит. Сразу можно вычеркнуть. Далее c3 находим. c3. Подставляем уже троечку. 3 плюс минус 1 в кубе, деленное на 3. Получается 3 минус 1 третья. Это 2 целых 2 третьих. 2 целых 2 третьих у нас нет. Что можно заметить? Чему равен n, тому равен и знаменатель. Как раз то есть в этом сейчас убедимся. Находим c4. 4 плюс минус 1 в четвертой, деленное на 4. Да, обратили внимание. Знаменатель и 4 и n совпадает, да, порядковый номер. Что будет? будет 4 плюс 1 четвертая. 4 целых 1 четвертая. 4 целых 1 четвертая. 4 целых 1 четвертая. То, что нам подходит. Значит, не подходит. Да, нам нужно то, что не является, не является членом последовательности. 5. Находим c5 и c6. Так, c5 подставляем вместо n5. Да, вот она формула. То есть, 5 плюс минус 1 в пятой степени, деленное на 5. 5 плюс минус 1 в пятой степени, деленное на 5. Кстати, что здесь нужно тоже помнить, что если степень четная, то знак будет плюс. Если не четная, например, 5, знак будет минус. Так, и получится 4 целых 4 пятых. 4 целых 4 пятых. Ага. И найдем c6, чтобы быть до конца уверенным. 6 плюс минус 1 в шестой степени, деленное на 5. 6 плюс, ой, на 6, на 6, на 6. 6 плюс 1 шестая. Получается 6 целых 1 шестая. 6 целых 1 шестая. Вот так. Получается, у нас не совпало третья. Не совпало третья. Третья будет ответом. Далее. Новая последовательность. Сколько членов этой последовательности? Больше 1. Итак, что мы делаем? Мы снова ищем. Снова ищем. Начинаем с а1. То есть мы 11 делим на 1 плюс 1. Это получается 11 деленное на 2. Это 5,5. 1. Больше? Больше подходит. А второе. Получается 11 деленное на 2 плюс 1. 11 деленное на 3. 11 деленное на 3. Это 3 и 6. Да, бесконечно. Результат не важен. Нам главное, чтобы было больше единиц. А третье. Получается 11 деленное на 3 плюс 1. 11 деленное на 4. Но явно мы можем взять даже по 2. Да? 2 с чем-то. А четвертое. 11 деленное на 4 плюс 1. Или 11 деленное на 5. По 2 мы тоже можем взять. Поэтому подходит. А пятая. А пятая. 11 деленное на 5 плюс 1. Ага. Вот тут уже нужно поделить. Да? 11 деленное на 6. Будет 1 и 8. Подходит. 5. А пятая. А шестое. 11 деленное на 6 плюс 1. Это получается 11 деленное на 7. Это будет 1,5. Тоже бесконечное. Так. А седьмое. 11 деленное на 7 плюс 1. Или 11 деленное на 8. Это будет 1,3. А восьмое. А восьмое. 11 деленное на 8 плюс 1. 11 деленное на 9. Получаем 1,2. А девятое. А девятое. 11 деленное на 9 плюс 1. Получаем 1,1. Больше 1? Больше. А десятое. Это получается 11. Мы делим на 1 плюс 10. Получается 11 деленное на 11. Это ровно 1. Итак. Нам нужно, чтобы было строго больше 1. Десятый нам уже не подходит. Значит, нам подходит только 9 чисел из этой последовательности. Проверяем, есть ли такой ответ. Есть. Это 2. Поняли, да? Как мы делаем? Мы находим каждое по порядку. И оцениваем, больше или меньше. Подходит или не подходит. Так. Следующее. Найдите С седьмое. А последовательность задана достаточно странно. Нам дан С первый. Да? И сказано, что С можно поменять на 1, чтобы было понятнее. Да? То есть предыдущее число мы прибавляем к нему 1. Мы находим как бы следующее число. Да? Это порядок. Это порядок. Порядковый номер. А это уже само число. То есть, чтобы найти следующее число. Да? Следующее. Мы подставляем предыдущее и вычитаем из него единицу. Это порядковый номер. Это число. Итак, С1 нам известно. Да? Давайте найдем С2. С2, как мы нашли, мы единичку прибавили к единичке. Получается, мы берем предыдущее число. Минус 3, минус 1, минус 4. С3. Тоже мы берем предыдущее число. Минус 4, минус 1, минус 5. С4. Минус 5, минус 1, равно минус 6. Да? Мы берем предыдущее число и вычитаем единичку. С5, минус 6, минус 1, это минус 7. С6, это минус 7, минус 1, это минус 8. И С7, то что нужно найти, это минус 8, минус 1, равно минус 9. Вот он будет и наш ответ, минус 9. Далее, найти B7. Да? Обратите внимание, задание похоже, но наша прогрессия названа немножко по-другому. B. Итак. То есть, видим надпись n плюс 1, это значит следующее число. И B деленое, Bn, это то число предыдущее. Раз B1. Нам уже дано. Давайте найдем B2. B2. То есть, что произойдет? Минус остается 1, деленное на 4. Это и есть наш B2. B3 найдем. Минус 1, деленное на минус 1,4. Обратите внимание, я дробную черту заменила на знак деления. Давайте я сейчас напишу в виде минус 1,4. Вот такие дроби не бывают, поэтому что произойдет? Вторая дробь у нас перевернется, четверочка уйдет в числитель. И минус на минус нам даст плюс. B3, это будет 4. 4. B4 находим. Мы минус 1 делим на 4. И снова, это уже ответ. B5. Минус. 1 делим на 1,4. На минус 1,4. И снова 4. Так, B6. Минус 1 деленное на 4. Да, предыдущее число это 4. И B7. Это минус 1 деленное на минус 1,4. Будет 4. 4 будет нашим ответом. B7, это 4. Так, следующее. Следующее и последнее задание. Сколько натуральных чисел удовлетворяет неравенство? Что мы делаем? Да, то же самое. Мы подставляем натуральные числа. Что нужно запомнить? Натуральные числа больше нуля. Давайте вместе запишем. Числа больше нуля. То есть, начиная от 1 до бесконечности. Итак. n равно 1. 40 делим на 1 плюс 1. Как думаете? Больше 2. 40 делим на 2. Явно больше 2. n равно 2. 40 делим на 2 плюс 1. Как думаете? Больше 2? 40 делим на 3. Но можно по 12 взять. Больше. И так. Что можно заметить? Каким способом? Потому что так мы можем очень-очень долго считать. На что нужно поделить 40, чтобы было ровно 2? На 20, да ведь? Обращаем внимание. Если мы поделим на 20, то нам нужен n 19. Это получится 40 деленное на 19 плюс 1 больше 2. Это нам не подходит. Да? Потому что будет ровно 2. А знака равно у нас нет. Поэтому мы берем предыдущий. 18. n равно 18. 40 делим на 18 плюс 1 должно быть больше 2. 40 делим на... Да. Получится 2 целых. 1 десятая больше 2. Все сходится. То есть нам подходит 18 чисел из этой последовательности. Это все задания. Давайте кратко пробежимся еще по всем. Еще раз. Итак. Вспомнили. Самая первая буква это название. Название может быть любимым. A, B, C, D и так далее. n это порядковый номер. Порядковый номер всегда, всегда начинается с единицы. Потому что предметы мы считаем, начиная с одного. Кружки. Когда вы считаете, вы не говорите, что это нулевая кружка, а вон та первая. Нет. Первая, вторая, третья. Итак, какое из чисел является членом последовательности? Что мы делаем? Мы находим по порядку с первого числа все числа. Когда доходим до нужного, которое совпадает, успокаиваемся. То же самое, только не является. Что мы здесь заметили? Мы здесь заметили, что знаменатель совпадает с порядковым числом. И у нас не совпала вот эта дробь. 4,4 должно быть, а у нас 5,1. Поэтому это и будет ответом. Мы тоже подставляли и решали. Далее. Сколько членов в этой последовательности? Больше одного. Что мы делали? Мы подставляли, решали. И когда поняли, что результат уже не больше одного, а равен одному, у нас же нет больше или равно, или какое-то другое условие. У нас строго больше одного, да? То есть один с чем-то должно быть. И поняли, что у нас только 9 чисел подходит. Найти C7. Тут все просто. Последовательность задана странной формулой, но мы поняли, что C плюс N это порядковый номер. А это мы уже находим число. То есть подставляем предыдущее число и вычитаем единичку. И таким образом находим C7. Здесь ничего пропускать нельзя. Здесь тоже ничего нельзя пропускать, потому что нам понадобится предыдущее число. Тоже подставляем и решаем. И в последнем мы заметили, что если 40 поделить на 20, то будет ровно 2. Но ровно 2 нам не подходит. Нам надо взять поменьше, да? То есть взяли 19, проверили, не подошло. Взяли 18, проверили, подошло. Но можно таким же образом подставлять и считать до 18. Но мы с ума сойдем считать до 18. Я надеюсь, вам все было понятно. Сдавайте свои вопросы. Пишите комментарии, чтобы вам понятно, что вы, может быть, что-то не поняли. Я попробую объяснить еще раз. Подписывайтесь на канал. Я желаю вам удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok